Необычное воскресенье в Монине. До выборов в местный совет еще два месяца. Они назначены на 13 сентября. А любой житель может прийти и проголосовать уже сегодня. Партия «Единая Россия» провела в городском поселении Праймерис. Предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в Совет депутатов. Конечно, мы отбирали членов партии, мы отбирали сторонников, которые разделяют взгляды партии «Единая Россия». И выбирали их, знаете как, чтобы это люди были наиболее независимы от решения каких-то своих частных вопросов. Чтобы они решали вопрос прежде всего для развития городского поселения Монины. Напомним, социальная и политическая ситуация в Монине очень непростая. Предыдущий совет депутатов из-за противостояния взглядов не смог конструктивно работать. В поселении, например, до сих пор не принят бюджет. Соответственно, нет возможностей для развития. В довершение всего, часть депутатов, несогласных с политикой руководства Совета, добровольно сложила полномочия, после чего представительный орган был распущен решением суда. Новые выборы назначены на 13 сентября. Главное, что этих людей знают, на кого проголосал. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин участвовал в праймерис как житель Монина. Он тоже надеется, что будущие выборы изменят к лучшему ситуацию в авиационном городке. Как и для всех жителей Монина, мне бы сегодня хотелось, чтобы городок наш, очень уютный, зеленый, вышел из той депрессивной зоны, в которой он находится сегодня. Перспективы есть. И то, что эти изменения должны активно развивать органы местного соуправления, на сегодня ясно и понятно. Праймерис Единой России проводится с 2008 года. В Монине применили так называемую первую модель, когда участвовать могли все жители, независимо от партийной принадлежности. Выбрали по одному участку на каждом из трех многомандатных округов, в Доме офицеров, в первой и третьей школах. Отпечатали бюллетени, назначили комиссии, установили кабинки и урны для голосования. Время праймерис с 8 утра до 8 вечера, как на настоящих выборах. Всем проголосовавшим комиссия дарила на память сувениры, кружку, магнитную фоторамку и блокнот. По результатам этого народного голосования Единая Россия и определит, кого выдвинуть кандидатами на выборах в Совет депутатов Монина 13 сентября. Мы говорим о том, что мы выбираем кандидатов. Единая Россия выбирает кандидатов. Я считаю, что это наиболее демократичная процедура, и ни одна партия такую процедуру не проводит. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».